Мы едем к самому нелюбимому доктору. Да. Это кто? Доматолог. Это донтист. Доматолог Фу. А почему ты его не любишь? Потому что он больно делает. Садись на кресло, подождем Даню. Хорошо. А какую процедуру мы будем делать, расскажешь? Ничего. Что ничего? Что будем делать? Мы сидим, попьем чай. У донтиста? Да. Посидим, попьем чай. На самом деле мы едем для того, чтобы Тише сделали чистку. Нет, не раз так. А чистку сделают из-за чего? Потому что я ненавижу доктора. Потому что ты не всегда чистишь зубки, не каждый день. И тебе за это должно быть стыдно. И подписчики, я думаю, меня поддержат. Ребят, поставьте все грустные смайлик в комментах, для того, чтобы Тише видел, сколько детей поддерживают то, что надо чистить зубки каждый день. Если мы сейчас почистим тебе зубки, хорошо? Да. Тетя все сделает красиво. Ты можешь пообещать, что будешь чистить каждый день? Да. Так, мы сейчас ждем Даню. А Даня, кстати, тоже едет к доктору. Это птица. Но доктор будет смотреть его прикус. Однажды осенью мы были в клинике Мэдиса. И нам сказали, что у Дани неправильный прикус. Как раз вот сегодня мы хотим, чтобы ортодонт посмотрел Данин прикус. И сделала приговор, одевать нам все-таки брекеты или нет. Что делать с этим прикусом и почему так? Я, чтобы ему не одевали брекеты. Ты не хочешь, чтобы Даня ходил в брекетах? Правильно я понимаю? Сейчас спросим Дани на мнение. А если Дани оденут все-таки брекеты? Даня, ты за, чтобы тебя брекетовали? Что? Ну если тебе скажут, что надо носить брекеты, что будем делать? Будем носить? Ты видишь все? Зачем, да? Покажи свои зубы. Не хочешь? У него один передний зуб находится на другой зуб. Нет, не так. У него чуть-чуть. Они говорят, что смотрят вперед, но так не должно быть. Сейчас доктор нам все расскажет. Садись, поехали. Так, кто пойдет первый на кресло к дантисту? А? Я. Тиша первый. Да. Ты умница. Ты серьезно? Да. Что я могу вам посоветовать? Обязательно запишитесь на прием к дантисту или к ортодонту, потому что в возрасте 12-13 лет активно меняются зубы, как и у Дани. И самое главное, что они у него ровные. И если бы мы не были в клинике Метиса и нам не сказали, что у Дани неправильный прикус, я бы и не подозревала о том, что нам нужно на прием к ортодонту. Визуально все нормально, красивые ровные зубы. Но почему-то нам подсказали, что надо исправлять прикус. Значит, он и правда неправильный. Поэтому сейчас вот все расспросим у нашего доктора, да? Я думаю, она нам подскажет, что делать. Возможно, она скажет, какие-то душки одевать внутри, понял, Дань? На небо. А возможно, эти душки уже не помогут, потому что она сказала, что в 13 лет уже челюсть сформирована. И что, скорее всего, эти душки не помогут. В прошлый раз, когда я была на приеме, понял, я консультировалась. Она сказала, вы мне везите его, а я уже буду смотреть и скажу, конечно же, что делать, как это все исправить. Все, направляемся. На часах 12.01. Мы опаздываем на одну минуту. Быстро побежали. Кто не любит доктора, обязательно поставьте лайк. Кто вообще не любит докторов, обязательно ставьте лайк, да? Не только дантистов. Но я тебе скажу, что доктора, они очень нужны по жизни. Но они вообще... Они поправляют наше здоровье. Второй ножкой. Пусть оба, все нормально. Второй ножке, я сказала, иди сюда. Нет, нет, надо мне быстрее к себе, чтобы... Давай, это, давай? Все, ты свободен. Можешь идти, да, я снимаю? Я снимаю. Тише, ты же говорил, что будешь первой. Да, мама. Нет, мама, помоги! Я не перестала. Тань, давай выпьем швачку, садись первой. Тише наш убежал, надо с ним говорить. Мам, садим первой. Хорошо, ты второй. Точно, Тиша? Мы тебя будем ждать. Садись вот тут и жди. Я боюсь. Прекрати тебя, даже не буду сегодня пломбировать. Просто ультразвуком уходить. Доктор, а! 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 Если бы нам не сказали, что у нас неправильный прикус, я бы и не знала. Ань, давай, открой, открой. А! А! Вот этот надо убрать, там уже под низом постоянный зуб растет. О, Боже! Как он считается? Хватит. Потому что... Не надо его убирать, пусть он сам вылезет. У тебя зуб уже неровно растет. В сторону. Ань, если я больше всего не уберу, то будет туда нет. Тебе нужно вырвать зуб, мы не для этого ездили. Да это вообще не больно будет. Тем более он у тебя шатается, перестань. Прекрати себя. Сморти меня. Дам, ты его просто сам можешь вырвать и все. На самом деле есть небольшие прям, но я не скажу, что у него там все прям очень плохо. Когда у него полностью прорежется все зубы, лет 13-14, когда уже все будет, полностью придете, возможно, пластинки никакие я не вижу смысла на сна. Ведь, возможно, брекеты, они ровные под уех, это соотношение челюстей, чуть-чуть есть какие-то диспропорции на сна. А можно мне тогда какую-то разбаливающуюся? Конечно, тебе Варенька поможет, да? Что поможет? Варенькой сегодня. Ну, а безбаливающий гель, так называемый. Я думала, он мне сейчас колоть будет. Ну, вот тебе в 12 лет, то первый раз вырвут. Тем более, это всего лишь пару секунд, и его нет. Дай мне щипчики любые маленькие. С-образные. Это обезбаливающие, видишь? Красный гель. Вау, класс. Давай, давай. Скажи мне, вольно растет. Вольно растет? От ковы? От шток? От шток? Что ты хочешь сказать? Зубы плотно растут. Поздно. А, поздно растут? А то, что у него они поздно меняются, это нормально? Нормально, ничего страшного. Это поздно, вот нам 13 будет. Нормально, а все меняется. Ну, конечно, это с ветераника надо было бы что-то понять. Но у нас поздное выросление, у нас в ход начали. Это не смертельно, у всех все это. Зато крепкие, знаешь, такие будут. Я говорю, ну, визуально вроде нормальные зубы. Вообще, как бы, в идеале до 12 лет уже все должно быть полностью плюс-минус, кроме семерок, уже прорезано. Ну, и такое бывает. У кого-то раньше, у кого-то позже. Так что это нормально. Да, это абсолютно нормально. Как раз сейчас, в этом возрасте, именно ты начинаешь разрастить. Отлично, открывай. Сейчас. Да ладно. Вот, одна секунда. Я же говорила тебе. Как так быстро? Покажи. Мама, покажи. Нет? Вот сейчас тетя покажет. Чуть-чуть спасли. Она секунда и летит. В общем, пока ничего не делаем. Пусть все прорежется. Я хочу посмотреть, как у него будет все со всеми постоянными званиями. Потому что много чего в коллекции не хватает. Через 5 минут будешь все чувствовать. Смотри, пускай. Тише, тебе рвать ничего не... Буду. Даня, вот зачем ты так? Вот ты же старший брат. Он не понимает то, что он не будет. Ну, вместо того, чтобы подбодрить ребенка, ты начинаешь вот эти шутки с вами. Садись. Садись. Вырывай. Даня. Вырывай. Не бой нас. Даня. День. День. Все, как можно стрельнуть пистолетом, за нее не будет. Тише, ты докажи, что ты... Нет. Тише, садись. Чем быстрее сейчас мы у меня делаем. У меня нет больше инструментов. Нет. Я не смогу тебе ничего сделать. Ты на пашу, что ты ему пил. Да, Даня, договорись с ним как-то. Чиж, на скалодром едем или нет? Не можно, котелочек? Хоть как-то, я ему пообещала, что... Может быть, где-то там что-то и осталось, но хорошо то, что почистили. Да, идем выбирать четыре вкусняшки. Мы зашли в Сити Фреш. Нам вот принесли уже облепиховый чай наш любимый. Это натуральный чай с облепихией. Туда добавляют немножко имбиря, он очень вкусный, поверьте. Мы заказали пиццу. Можно даже дома, в домашних условиях его приготовить. Что мы и делаем, да. Мы взяли облепиху, мы ее перемололи, перемешали с сахаром. И она у нас хранится в холодильнике в банке. Потом мы берем вот такой вот заварник, бросаем туда две ложки столовых этой облепихии. Облепихи добавляем имбиря, апельсины, пол апельсины обязательно порезать дольками, немножко мятый, и будет вот такой вот вкусный чай. Вкусный чай. А теперь давайте поговорим о наболевшем. А давай. Когда не вырвали зубы, но он даже не пикнул. А тише просто делали чист. Такая болячка. Ты не хотел это делать. Ребят, мы его еле уговорили. В итоге я легла, он лег на меня. Почему так? Я хотела, чтобы он на мне полежал. Это так прикольно. Ну, потом он наманывает, чтобы он лежит. А самое главное, что когда ему делали плом, наращивали передние зубы. Он не плакал абсолютно. Что сегодня с тобой произошло? Расскажи нам. Такая болячка. У меня сердце начало болеть. Сегодня какой-то день такой, что Тиша не хотел. Не хотел. Но так как мы были записаны, и у нас было ограничено время, мы его с горем пополам упросили. Честно, ребят, очень сильно понервничало. Ну, прям очень. У меня тоже сердце болеть начало. Но мы это сделали. Да, но мы это сделали. Зубки почистили. Покажи нам зубки свои. Покажи еще. Пиши Розе. У него как новые зубики стали. Но тишка такая болячка. Осталось нам всего лишь купить новую щеточку. Для того, чтобы зубки поддерживать в чистоте, нужна новая щеточка. Сейчас мы идем. Нужна чисто. Пойдем десерты выбирать. Давай. Я Тиша пообещала 4 сладости или скалодром. Мы Тиша уговаривали, как модели. Мама, а можно вот так 4 сладости? Одна сладость и скалодром. Да. Давай так. Выбирай порошка. Я пополю тортик буду. Я вот эти вот. Даня хочет Наполеон. Ты Лоли Клуб не хочешь один? Нет. Я хочу вот эти штуки. Как они? Ты хочешь зефирки вот эти. Да, но они сухие. Вот такие вот зефирки. Да, но они сухие. Да. Это без э. Я выбираю себе вот этот торт шоколадный с вишней. Даня выбираю. Что еще берем? И берем еще порцию желе, наверное. А там уже поделимся и все попробуем. Да, Тиша? Ждем наш заказ. Потом детей оставлю на скалодроме, а сама еду на маникюр. Обязательно вам покажу свой маникюр. Папа сказал, что надо, чтобы к нему призвонил. Сейчас наберу. Садись. Жалко, мы не можем вам передать аромат через камеру. Она правда очень сладкая. Это наша любимая пицца. Она очень легкая. Да, сейчас еще десертики принесут. Моцарелла и вот эта вот зелень. Это очень вкусно. И, кстати, тесто очень вкусное. Нам очень нравится. Ну что, достаем? Проблем? Да. Сейчас еще десерты принесут после пиццы. Телефон положи, пожалуйста, и нормально наложи себе кусочек. Давай. Сейчас еще после пиццы нам десерт принесут. Тишуль, что вкуснее? Роллы или все-таки пицца-цензор? Доставай себе кусочек. Тиша, кстати, не любит листья салат. Листья заберем. У меня зуб вырвали. Мне можно кушать? Прошло уже полчаса. Да, можно. Эх, я не люблю листья. Вот так вот делают дети. Не воспитываются. А я зелень люблю, потому что зелень это очень полезно. Знаешь? Странно то, что у меня до сих пор болит щекая дождь. Потому что тебе делали чистку. А камень где находится? У основания зуба. У меня болит. Потерпи. Ты же хочешь на заказу? Угу. Ребята, много где бываем, в разных кафешках. Но в этой кафешке самая вкусная пицца. Согласись, Даня, здесь такой идеальный чесночный соус. Кушный. И очень тонкое тесто. Поэтому очень вкусно. Мне принесли вот еще вкуснейший салатик. Субботник. А теперь будем ждать десерты. Тише. Ты так только что себе плохо вел у стоматолога. А сейчас танцуешь. Ну как так может быть? Будьте лучше. Спасибо. Тарарарам. Да, да. Тарарарам. А тут едет очень красиво. Жилет. Жилет. Это смешно. Это я заказала. Гаранчик. Тише, для тебя две упаковки таких вот здесь. Там уже пришли на скалодром. Тут получается и скалодром, и батут, и лабиринт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Правильно я говорю? Конечно! Для этого нужно взять слоеное дрожжевое тесто. То есть в магазине есть уже готовое тесто, его не надо месить, не нужен вам никакой рецепт. Вот вы взяли тесто, раскатали кружок из этого теста. Теперь берем сгущенное молоко. Мы берем вот такое вот оно, шоколадное. Мам, шоколадное? Вот это сгущенное молоко, это самое вкусное сгущенное молоко. Это оно шоколадное? Да, это обычное, белое. Когда ты его варишь на протяжении двух часов, оно становится вот таким вот, карамельного цвета. Дай мне карамель. И на каждый кусочек теста мы кладем по чуть-чуть сгущенного молока. Кладем? Да, что именно кладем? Вы видите, сгущенное молоко сейчас на тесте. Нам надо... Эй, пальцы нельзя облизывать, Дань, ты чего? А здесь у нас, кстати, на столе уже наш пасхальный декор. Мы как-то прикупили в магазине. Вы знаете, абсолютно не жалею, потому что это такая красотень. И так мило на это смотреть, что не зря я его взяла, это точно, однозначно. Показывай, Дань, что ты делаешь. Вот так вот закручивается очень быстро и очень легко. Да, только рука, когда надо, чтобы она работалась, тогда все будет хорошо. А если придет такой новичок, как я, тогда может быть не очень хорошо. Но это в любом случае хорошо, что ты сейчас помогаешь. Конечно. Я же учусь готовить. Уже взрослая жизнь как-никак. Отдельно от родителей. Например, если вы делаете много таких, то надо их ближе друг к другу ставить. Но не настолько близко, чтобы они соприкасались, потому что может получиться двойной рогалик. А еще вы, наверное, видите сейчас в камере цветы. Это те, которые вчера мне Тиша подарил Лавини. Если вы помните, они были никакого цвета желто-зеленого. Да, купюр папа подарил Тиш. Да, сегодня же за один день они поменяли цвет и распустились немножко. Я специально выбирала такие цветочки, именно для того, чтобы они подольше стояли. Итак, когда мы уже закрутили наши круассанчики со сгущенкой, можно ставить поднос в духовку. Это просто, у меня не поднос. На 180 градусов. И наводите таймер, если есть у вас таймер, наводите таймер буквально на 10-12 минут, и они будут очень быстро готовы. Все, мы достали их с духовки, присыпали пудрой, и вуаля, блюдо готово. Покажем, как это, конечно, я возьму самый сочный. Я уже два съел. Ребята, самое главное, очень легко готовиться. Очень легко готовиться. Не нужно выдумывать какие-то рецепты. Взял готовое тесто. Очень быстро. Положил туда начинку. Но очень долго, потому что наша духовка не так быстро нагревается. Наша духовочка новая, мы к ней еще пока не привыкли, поэтому мы пекли немножко дольше, чем 12 минут, возможно, минут 15 или 18. Но нам надо к ней привыкнуть. Она у нас новая. Я думаю, просто реально выставлять температуру, и все, и будет все ок. Мы сейчас пьем чай с этими ракаликами и будем ложиться спать. Подайте чай. Всем пока. Пока. Подайте чай. Пока. Пока.